АЛЬМЕТИСК Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Альметиск» сегодня в студии Жанны Самойлова. И вот главная тема выпуска. Юные геологи, школьники Татарстана, Крыма и Казахстана съехали с нефтяную столицу на полевую олимпиаду. Татарстан имеет признанную в мире геологическую школу с более чем 200-летней историей. Грандиозно, креативно, по-европейски. Открытие обновленного городского пляжа состоялось с участием президента Татарстана Рустама Миниханова. Очень удивилась, когда приехала и увидела такой красивый пляж. Серийный грабитель. В суд передано 10 томов уголовного дела в отношении жителей Альметиска. Час похищенного имущества полицейским изъято и возвращено законным владельцам. Третья республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов открылась в детском оздоровительном лагере «Дружба». Открытие прошло с участием президента республики Рустама Миниханова. На олимпиаду приехали школьники не только из Татарстана, но и из Крыма и казахстанского города Усть-Каменогорска. Главная цель олимпиады – это найти одаренных детей в области геологии и содействовать им в профессиональном самоопределении. Основом организации полевой стоянки, нефтяной геологии и многому другому обучают юных геологов. Это действительно самая удивительная, наверное, профессия, потому что на самом деле геология – это даже, наверное, не наука, я постоянно об этом говорю. Это в большей мере искусство. Это искусство людей увлеченных, людей способных мыслить нетрадиционно, нетривиально. Это удивительный мир, достойный внимания и уважения. В Татарстане нефть является основой развития республики, поэтому важно воспитывать новые кадры – тех, кто придет на смену нынешнему поколению. Татарстан имеет признанную в мире геологическую школу с более чем 200-летней историей. В арсенале геологов сегодня самые современные технологии и техника. Участники олимпиады понимают, в чем плюсы этой профессии и для чего нужно участие в подобных соревнованиях. Участники уже начали занимать места. Мы довольны своим выбором и надеемся связать свое будущее с этой занимающейся наукой. Ну, олимпиада дает опыт колоссальнейший. Олимпиада дает, наверное, будущее, дает возможности, дает практику. Она дает, наверное, дружбу, общение, дает кучу эмоций. Что свойственно геологу? Ну, во-первых, это эрудиция общая, это трудолюбие и какие-то, наверное, способности. В ходе многодневного геологического марафона команда юных геологов примут участие в конкурсах и соревнованиях по составлению геологического маршрута, основам минералогии, палеонтологии, радиометрии. Кроме того, для ребят подготовлены различные культурные мероприятия, в том числе посещение музея нефти в Лениногорске. Алена Мингина, Альметьевск ТВ Напомним, президент Татарстана Рустам Мениханов побывал еще на одном грандиозном событии – открытии обновленного городского пляжа. В течение дня жители нефтяной столицы могли по достоинству оценить новый бассейн в спортивной и развлекательной площадке. Ну а вечером их ждала особенная концертно-развлекательная программа. Посетить фестиваль красок, новый бассейн и скульптурные площадки, потренироваться на уличных тренажерах. А на фестивале ягод попробовать клубнику, выращенную на полях Альметьевского района. Все это жители и гости города могли сделать после открытия пляжа. Вечером же флайбордисты, спортсмены в технике фристайл и вейкборд породили альметьевскую публику своими показательными выступлениями. Также на воде выступил и уже хорошо известный любителем аквабайка, чемпион мира по фристайлу Александр Курамшин. Далее вечер продолжился на главной сцене. Для земляков выступила Гульшат Хамурзина, лауреат международных конкурсов и участница шоу-проекта «Голос на Первом канале». Вот уже 4 года она живет и учится в Москве. Но пустить возможность увидеть новый пляж она не могла. Очень удивилась, когда приехала и увидела такой красивый пляж. Я очень с удовольствием пришла здесь искупаться и проводить время. И когда меня позвали сюда выступать, я очень всегда обрадовалась. И сегодня я просто счастлива. Затем на сцене состоялся настоящий танцевальный батл, который привлек внимание любителей современных танцевальных направлений. В нем приняли участие гости из Казани, набережных Челнов, а также альметьевская группа «Фанки Пипл». Особый фурор у альметьевской публики вызвало выступление Элвина Грея. Помимо обычного экрана, трансляцию на который вела наша телекомпания, посетители пляжа в этот вечер могли увидеть и необычный водный экран, расположенный прямо на озере. А на сцене с наступлением темноты альметьевцам показали световую сказку «Единорог и принцесса». Кульминацией вечера стала свето-огненное шоу, сделавшее праздник на городском озере по-настоящему жарким. Прошедший день показал – любимое озеро станет любимым местом отдыха альметьевцев. Завершился вечер праздничным салютом. Эдуард Таркопьев, Ильдар Кемаев, Альметьевск ТВ К другим темам. Вот уже три месяца, как в Альметьевске, существует филиал Молодежной ассамблеи народов Татарстана. Это первый большой проект в Альметьевске, реализуемый для молодежи с целью укрепления дружбы народов. О том, как возникла идея о создании филиала ассамблеи в Нефтеграде и как проходит активная жизнь ребят, узнала наша съемочная группа. Молодежная ассамблея народов Татарстана объединяет активную и инициативную молодежь, которая ценит культуру своего народа и уважает традиции других. Такие объединения существуют во многих городах не только Татарстана, но и России. В Альметьевском филиале Молодежной ассамблеи народов Татарстана руководит Давид Степанян. Как признается Давид, идея о создании филиала в Нефтеграде пришла после того, как он сам побывал на одном из республиканских мероприятий. Меня это заинтересовало, я был как участник, потом дальше меня заметили, я уже влился в оргсостав. На следующий год у меня появилась такая мысль, а почему бы не сделать у себя в городе такой филиал, потому что уже в некоторых городах тоже открыли, и я позвонил нашему руководителю Казанскому, и предложил идею, и он одобрил. Благодаря своему упорству и поддержке Управления по делам детей и молодежи, Давид желаемого добился. Впереди много работы и еще больше идей. Пока в местном филиале ассамблеи активистов не так много, около 20 человек. Но всего за три месяца ребята добились многого. Нашли помещение, придумали собственный гимн, подготовили многонациональный танцевальный флешмоб, успели поучаствовать в велопараде, а также представить альметьевский филиал ассамблеи в Казани на фестивале «Культурная мозаика Татарстана». Я когда посмотрел всю работу, мне очень сильно здесь понравилось. Мы съездили в Казань, еще лучше, еще больше. У меня в глазах появилась искрка, и мы начали работать, и здесь уже начали на парадах участвовать, показывать свой танец. Но, как признаются сами активисты, главное – это новые друзья, которых они нашли. На сегодняшний день молодежная ассамблея народов Татарстана в Альметьевске уже объединила русскую, татарскую, туркменскую, армянскую, узбекскую, азербайджанскую и таджикскую молодежь. Я считаю, что это единственная ассамблея, в которой человек может раскрыться полностью, не стесняясь того, кем он является, раскрыть свой полностью творческий потенциал, показать обычаи и традиции своего народа, а также не только своего народа, но и других национальностей. Ребята участвуют в фестивалях и форумах, а также сами придумывают и организуют мероприятия. Сейчас они готовятся к фестивалю под названием «Культурная мозаика Альметьевска». Идей у активистов много, но главное – это найти людей, которые разделяют их интерес. Хочу, чтобы молодежь нашего города, ну даже не обязательно молодежь, просто чтобы приходила, и они чувствовали здесь себя комфортно, потому что это наш дом, это семья, мы хотим, чтобы здесь все друг друга любили и уважали. Ребята собираются в здании подросткового клуба «Метеор». Связаться с ними можно через официальную группу ВКонтакте или Инстаграм. Алена Минкина, Полина Сураева, Ильдар Гемаев, Альметьевск ТВ Изображения Казани могут стать символами новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Банк России открыл первый этап голосования за символы новых купюр на сайте твоядефисроссия.рф. В конкурсе участвуют два символа Казани – панорама Казанского Кремля и Казанский федеральный университет. Сейчас проходит первый этап голосования. Он продлится до 28 июля. Он позволит сформировать расширенный список городов и их символов. По его итогам в список претендентов попадут города, набравшие не менее 5000 голосов. После этого они пройдут еще два этапа. На втором по итогам общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» определят 10 городов. А затем из них выберут два города. Результаты объявят 7 октября. Для того, чтобы проголосовать за символы Казани, надо зайти на сайт твоядефисроссия.рф. В поле «Выбери город» – выбрать Казань. В поле «Предложи символ» – выбрать панорама Казанского Кремля. Затем нажать «Предложить еще вариант». Во втором поле «Предложи символ» – выбрать Казанский федеральный университет. Нажать кнопку «Проголосовать». Затем нажать кнопку «Получить код» и отправить СМС с полученным кодом на номер 2420. Операторами связи может взиматься плата за СМС. Также можно авторизоваться через аккаунты в социальных сетях. К новостям от правоохранительных органов. В Альмейцевске расследовано и направлено в суд дело в отношении 40-летнего жителя города. Он обвиняется в серии «Краш из гаражей» на сумму более 700 тысяч рублей. Около года в полицию поступали заявления от потерпевших по поводу вскрытых гаражей и похищенных материальных ценностей. Преступник проникал в частные гаражи и выносил все, что можно было быстро продать. В основном он похищал автомобильные колеса и электроинструменты, после чего скрывался с места происшествия. Для проникновения в гаражи злоумышленник использовал отмычки. По версии следствия, неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина выбирал гаражные кооперативы, в которых отсутствуют камеры видеонаблюдения. В настоящее время расследование многотумного уголовного дела из 28 эпизодов окончено. Следствие по делу длилось 7 месяцев. Были назначены и проведены 50 экспертиз. По делу допрошены порядка 30 потерпевших и свидетелей. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Часть похищенного имущества полицейским изъята и возвращена законным владельцам. В настоящий момент 10 томов собранных доказательств переданы в Альмитинский городской суд. А это дело еще предстоит расследовать, хотя улик против подозреваемых более чем достаточно. 12 килограммов наркотиков с таким багажом был задержан житель Ростова-на-Дону челябинскими полицейскими. Тайники с особенным товаром он оставлял в разных регионах России, в том числе и в Татарстане. В июне татарстанские наркополицейские получили информацию о тайнике с крупной партией наркотических средств на территории республики. Оперативники установили, что наркотики спрятаны в лесном массиве, расположенном вдоль трассы М7 «Волга». В поисках закладок полицейские тщательно проверили всю местность. В результате поисковых мероприятий было обнаружено три тайника. В общей сложности в них было спрятано 2,5 килограмма синтетических наркотиков. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что обнаруженные закладки принадлежат 29-летнему жителю Ростова-на-Дону. Как выяснилось, подозреваемые выезжают в различные регионы России для оборудования тайников с наркотическими средствами, чтобы дистанционно осуществлять их дальнейший сбыт. Мужчина был задержан челябинскими полицейскими с поличным при транспортировке порядка 12 килограммов синтетических наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство» сбыта или пересылка наркотических средств, психотопных веществ или их аналогов. Напоминаем, что все жители Татарстана могут подключиться к активной борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. В системе «Народный контроль» введена категория «Незаконное производство» и обороты тилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сообщения в «Народный контроль» позволят проявить гражданскую позицию, пресечь распространение нелегальной продукции, наносящей серьезный вред жизни и здоровью людей. И что немаловажно, авторы таких сообщений будут материально вознаграждены за каждый подтвердившийся факт незаконного производства алкоголя. Суммы приличные – от 1 до 3 тысяч рублей. Уведомления можно отправить по трем категориям – нарушение правил торговли, общественное питание и незаконное производство и оборота тилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сначала специалисты проводят проверку по нарушениям, обозначенным в уведомлениях. После подтверждения факта нарушения Госалкогольинспекция Республики Татарстан осуществляет выплаты заявителям. Обращаемся к жителям города и района с просьбой направлять свои жалобы и обращения в ГИС «Народный контроль». Ваши жалобы будут рассмотрены. Это все новости на сегодня. В самом разгаре конкурс «Мое лето» объявленной телекомпанией «Альметиск ТВ». На нашем официальном сайте началось голосование за фотографии участников. Поддержите конкурсантов своим голосом. И, кстати, мы объявляем о новой номинации «Я люблю пляж». Сфотографируйтесь на новом городском пляже и пришлите нам свои фотографии. Принимаем работы до 20 июля. Я же с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин